На этой неделе в зале администрации района прошло выездное совещание Министерства здравоохранения Республики Адыгея по вопросам реализации мер, направленных на снижение смертности населения района. В мероприятии приняли участие глава района Заур Хамирзов, главный врач Кашхабской центральной районной больницы Заур Хашев, сотрудники здравоохранения района. Совещание провела заместитель министра здравоохранения Республики Адыгея Мария Тхагауджева. На повестку дня был вынесен ряд важных вопросов. По первому, об анализе сложившейся демографической ситуации в Кашхабском районе по итогам 2020 и января 2021 года, доступности медицинской помощи жителям района и работе структурных подразделений центральной районной больницы от врачебной амбулатории ДОФАПа, присутствующим предоставила информацию начальник профилактического отдела Республики Адыгея, куратор Кашхабского района Санят Кушхова. В соответствии с результатами мониторинга демографических показателей естественного движения населения, в целом по Республике Адыгея отмечается следующая динамика. За 2020 год умерло 6036 человек, что на 413 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. Коэффициент общей смертности населения составил 13,1. Конкретно по Кашхабскому району показатель смертности составил 14,2 случая на 1000 человек населения, что выше прошлогоднего на 6,3% и выше республиканского уровня на 8,4%. Умерло 420 человек, что на 26 человек больше, чем в прошлом году. Показатель рождаемости составил 9,7. Отмечается увеличение смертности от болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, дыхания, от старости, от неточно обозначенных состояний и неустановленных причин. По остальным нозологиям отмечается снижение. Показатель смертности от болезни кровообращения составил 579,6 случаев на 100 тысяч населения, что на 0,9% выше прошлогоднего показателя, но ниже республиканского значения на 9,6%. От болезни органов пищеварения умерло 16 человек против 9 за аналогичный период прошлого года. Показатель составил 54,2 случая, что на 77,3% выше прошлогоднего, но ниже республиканского. Показатель смертности от болезни системы дыхания выше республиканского значения на 13,8% и составляет 57,6 случаев на 100 тысяч населения. Умерло 17 человек. Показатель смертности от старости увеличился на 54% и составил 311,8 случаев. За 2020 год умерло 92 человека. Показатель в 2,5 раза выше республиканского. Число умерших от старости составляет 21,9% от общего количества умерших и превышает допустимое значение показателя в 5%. Показатель смертности от новообразования снизился на 32,1% и составил 166,1, что ниже республиканского значения на 15,8. За 2020 год от новообразования умерло 49 человек против 72 за аналогичный период 2019 года. Также отличается смертность от инфекционных заболеваний за 2020 год. Она в 2 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 6,8 случаев. Данный показатель ниже республиканского в 2 раза. В районе было зарегистрировано 2 случая смертности, в то время как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано только 4 случая. Показатель смертности от внешних причин снизился на 36,3 и составил 78 случаев. За 2 месяца 2021 года умерло 1345 человек, что на 371 человек больше, чем за аналогичный период 2020 года. Коэффициент общей смертности населения за данный период вырос на 46 и составил 18 случаев на 1000 населения, против 12,8 за аналогичный период прошлого года. По муниципальному образованию Кашхабульский район сохраняется такая же тенденция. Показатель смертности составил 19 на 1000 человек населения, что выше прошлогоднего на 58,6. Умер 91 человек, что на 33 человека больше, чем в прошлом году. Показатель смертности от болезни системы кровообращения составил 917 и 3 случая на 100 тысяч населения. По диспансеризации. В рамках проведения диспансеризации в 2020 году подлежало осмотрам 4748 человек. В связи с ограничительными мероприятиями, профосмотр и диспансеризация с апреля 2020 года была отменена, и при этом за три месяца прошло 496 человек. Это составило 10,4% от годового плана. В результате проведенного медицинского осмотра население распределилось на следующие группы здоровья. Первая группа 146 человек, вторая группа 76 человек, третья группа 274 человека. Зарегистрировано 39 отказов от проведения медицинских мероприятий. По региональному проекту развития детского здравоохранения. В детское поликлиническое отделение закуплены электрокардиоз, 12-канальный внешний дефибриллятор, аппарат для измерения внутриглазного давления, автоматический рефератометр и воркомбайн, автоматический периметр на общую сумму 2 250 143 рубля. Для повышения комфортности пребывания в поликлинике установлены автоматические двери, открытая регистратура, система навигации, зона ожидания в поле. По региональному проекту развития первичной медико-санитарной помощи в 2020 году построены и оснащены оборудованием в соответствии с порядком наказания медицинской помощи 4 фельдшерских пунктов. В поселке Комсомольском, в хуторе Кармалино-Бедроцком, в хуторе Красном, в хуторе Политотдел. Построена единая эксплуатация, сортировочная эвакуационная площадка для приема санитарного вертолета. В рамках реализации плана мероприятий по региональному проекту создания единого цифрового контура в здравоохранении В ГБУ Ско-Шхабльской ЦРБ в 2020 году было поставлено 138 автоматизированных рабочих мест, которые включают в себя системный блок, монитор, клавиатура, источники бесперебойного питания и в защищенном исполнении с предоставлением программного обеспечения российского производства и 62 печатающих устройства. В целях организации защищенной сети передачи данных приобретены и введены в эксплуатацию 6 аппаратных прептошлиза. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2021 году запланировано открытие Центра амбулаторно-онкологической помощи САО на базе Кашхабльской ЦРБ. Данный Центр амбулаторно-онкологической помощи должен обеспечивать своей временность и комфортность в прохождении диагностических процедур при возникновении подозрения на наличие у пациента онкологического заболевания. При этом будет осуществляться диспансерное наблюдение, проведение гормонотерапии, иммунотерапии, противоопухолевой терапии, в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара. Будет проводиться мониторинг лечения. Будут организованы службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации. По программе модернизации первичного звена здравоохранения Республики Адемия, в 2021 году в Кашхабльской ЦРБ планируется строительство врачебной амбулатории в ауле Причипси на сумму 25 миллионов рублей и приобретение двух автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников для места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов. Из них один автомобиль уже поставлен в 2020 году в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В целях снижения смертности Министерство здравоохранения предлагает следующие мероприятия. Во взаимодействии с администрацией муниципального образования Кашхабльский район организовать в средствах массовой информации, районное телевидение, газеты, еженедельное размещение актуальной информации по вопросам профилактики, инфекционных заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, оказывать помощь в информировании населения муниципального образования о важности своевременного проведения диспансеризации, аппаратированным группам взрослого населения и предупреждению формального проведения периодических медицинских осмотров подлежащих континентам работающих граждан, обеспечить подвоз граждан на диспансеризацию и вакцинацию. В рамках проекта «Дерево цели» для каждого муниципалитета установлено количество граждан, которые вы должны подвести. Для Кашхабльского района это 4996 человек. Есть ежемесячные графики подвозок, разделены на ежемесячные и еженедельные графики. Обеспечена отчетность по предоставлению данных. Также рекомендуем предусмотреть меры социальной поддержки медицинских работников для привлечения и закрепления их в медицинских организациях районов, в первую очередь врачей-терапевтов и врачей-педиатров. В целях сокращения кадрового дефицита необходимо четко склонировать работу со студентами медвузов и медицинского колледжа. В текущем году завершают обучение жителей Кашхабльского района в медицинском колледже 6 человек, специалитет 6 человек и ординатуру 6 человек. Также для медицинского сообщества активизация диспансеризации профилактических медицинских осмотров, активное диспансерное наблюдение адресно, приглашение за прохождение обследования пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением. К Кашхабльскому району под диспансерным наблюдением находится 3250 человек. Также по дереву целей у нас установлен показатель 3199 человек. То есть это единственный район, где неплохое количество человек, человек, который находится под наблюдением, вам никого не нужно в принципе где-то выискивать. У вас все эти граждане есть, просто вам нужно будет их в этом году всех посмотреть. Также продолжить мероприятие по стимулированию первичного звена по раннему выявлению онкопатологии, выплаты стимулирования за выявление пациентов с онкологией на любых стадиях. И для улучшения доступности оказания медицинской помощи создание в ЦРБ кабинета для проведения телемедицинской консультации между специалистами первичного звена и главными внештатными профильными специалистами. Возобновление кураторства главных внештатных специалистов по каждому району. И есть такое предложение от главного учреждения МНТК, микрохирургия ГУАЗа. Они готовы выехать в район, посмотреть наших жителей. Если Кашхабль специалисты это поддерживают, тогда будет организован. Очередным вопросом был анализ смертности от основных причин в Кашхабльском районе. Это такие, как заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические и эндокринологические заболевания. Предлагаемые меры по достижению целевых индикаторов. По этому вопросу было несколько докладчиков. Они представили исчерпывающую информацию по обстановке на сегодняшний день и наметили планы работы на будущее. В Кашхабльском районе показатель смертности от болезни системы кровообращения составил 579,6 случаев на 100 тысяч населения, что 0,9 выше по сравнению с 2019 годом и ниже республиканского значения на 9,6. Так, по республике Адыгея в прошлом году данный показатель составил 641,6 случаев. По итогам января 2021 года также наблюдается рост показателя смертности от болезни системы кровообращения на 65 человек в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В Кашхабльском районе в 2019 году данный показатель составлял 479,6 случаев на 100 тысяч населения, а в январе текущего года уже 991,8 случаев, что свидетельствует о высоком темпе роста смертности от болезни системы кровообращения, и этот прирост составил 106,7%. Таким образом, острое состояние, несмотря на их опасность, составляет меньшую долю в структуре смертности от болезни системы кровообращения, как и в целом по России. Вклад острых форм ИБС, инфаркта, миокарда, показатель смертности от болезни системы кровообращения у мужчин и женщин старше 50 лет в Российской Федерации составляет 10,3-7%, соответственно, в то время как большую часть заболеваний и случая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний это исход хронических заболеваний. Хроническая сердечная недостаточность, например, является финалом практически всех сердечно-сосудистых заболеваний, и ее вклад в структуру сердечно-сосудистой смертности составляет около 40%. ХСН – самая частая причина повторной госпитализации. Каждый второй пациент с диагнозом хронической сердечной недостаточностью умирает в течение 5 лет после постановки диагноза. Неврология, как Вы знаете, со всеми формами и хроническими острыми церковоскулярных болезней напрямую зависит от эффективной помощи врача-кардиолога, врача-терапевта, врача-эндокринолога, потому что мозг – это результат и следствие. Это никак не первая причина болезней, с которыми потом вынуждены бороться доктора-невологи. Я хочу начать с того, что все, что я сейчас скажу, не имеет никакого эксклюзивного отношения только к Ашхабрскому району. Проблемы и тенденции совершенно одинаковы везде, и в Российской Федерации мы тоже не исключение. И Кашхабрский район, могу сказать, не самый худший, если не сказать, что по вопросам неврологии. Здесь у меня, как у главного внештатного невролога, практически никаких претензий и замечаний к своим коллегам нет. Я могу похвалить своих коллег-неврологов, я могу за вас порадоваться, вам есть чем гордиться по их знаниям, их профессионализму, их человеческим и всем иным качествам. В течение последних пяти лет в стране, в республике и у нас в том числе, и то же самое в районе, имеет место нарастание количества церебровоскулярных заболеваний. Церебровоскулярные болезни, они все в этой самой системе сердечно-сосудистых заболеваний. Так вот, нарастание шло планомерно с 2016 по 2019 год и первичной заболеваемости, и в общем по количеству. Это касалось всех форм, и инсульты, и хронические формы. В 2020 году в сравнении с предыдущими годами незначительное увеличение, но продолжение 2020 года, это первая половина 2021 года, и рикошетное влияние пандемии мы наблюдаем сейчас в том числе. Так вот, если сравнить, и это озвучивалось в предыдущих докладах, первые месяцы, первые месяцы, конечно, ситуация катастрофическая. Если, к примеру, в январе прошлого года от церебровоскулярных болезней, куда и инсульт, и все остальные формы относятся, в районе умерло 12 человек, то январь 2021 года это уже 25 человек. Ну, если проценты соотнести, представьте, прирост 106,7%. При этом в республике этот же прирост составляет 23%. Если сравнить количество пациентов, которых наш республиканский сосудистый центр с острыми формами заболеваний пролечил в прошлом и позапрошлые годы, существенного количества увеличения людей с острыми формами, то есть с инсультами, с транзиторными ишемическими атаками, из числа жителей района, обращаю внимание, у нас не было. Цифры абсолютно сопоставимы. Также была затронута тема организации оказания скорой медицинской помощи населению района. Всю необходимую информацию до присутствующих довел главный врач скорой медицинской помощи по республике Адыгея Ахмед Сиюхов. Скорую медицинскую помощь в условиях республики оказывает единственное наше учреждение, Адыгейская республика, предстанция скорой медицинской помощи и Центра медицины. В Кашхабском районе мы представлены тремя бригадами, которые дислоцируются в трех опорных пунктах. Это в ауле Кашхабе, поселке Манском и в ауле Хоц. Обслуживаемая территория составляет 506 квадратных километров, расстояние с севера на их 75 километров, с юга, с востока на запад 17 километров. Обслуживаемое население в 2020 году составило 29 569 человек. В соответствии с приказом 388 М, регламентирующей работу нашей службы в целом, ссылаясь на нее, был выставлен регламент комплектования количеством бригад в Кашхабском районе с ссылкой на определенные географические обстоятельства. В связи с узкой и вытянутой формой района и неравномерным распределением населения, у нас имеется отдельная бригада в ауле Хоц, это максимально удаленный населенный пункт вашего района. Там дислоцируется отдельная бригада, которая обслуживает 2755 жителей. Далее слово было предоставлено главному врачу Кашхабской центральной районной больницы Заурбию Хашеву. Он поблагодарил докладчиков за содержательную и важную информацию и заверил, что она будет принята к сведению. Я хочу, кстати, поблагодарить руководство и наших дорогих кураторов района за эту очень большую работу. Мы обязательно воспользуемся, мы обязаны это сделать, воспользуемся вашими практическими и артическими знаниями, вашим опытом, вашим большим багажом. Мы хотим, чтобы наша работа повседневная, работа со сведением района приобрела существенную толчку. Многократно мы обсуждали всю важность работы индековичного звена, амбулаторного звена, полиэкнического звена, в том, чтобы добиться настоящих перед нами целей, непростых целей, по тому, чтобы улучшить качество жизни, улучшить продолжительность жизни, переломить тенденцию убыли населения, результатного приостного населения, сделать в конце концов так, что мы вместе с приемлемыми показателями амбулической смертности, детской и материнской смертности также вошли в колею, нормализовались, стали соответствовать современным требованиям показателей смертности также и родственного населения. Я думаю, что сегодняшние доклады, их содержательную, идейную часть, мы просто вам долго перенесем в наши рабочие планы этого года, и за какое-то краткое время мы сможем сделать результат. Камерный вопрос стоит очень остро, вообще в целом и субъеке, ну и в нашем районе особенно. Нам сегодня нужны 8 терапевтов, минимум 8 терапевтов, это больше, чем сейчас в строю. Если будет сделано это, задача выполнения, если мы укрытим это звено, то дальше уже по-настоящему нужно будет учитывать природный процесс. Хотелось бы отметить, что каждый из выступавших вместе с заместителем министра здравоохранения Республики Адыгея Мария Тхагауджевой высоко оценили налаженные отношения руководства района с центральной районной больницей. По традиции, слово было предоставлено главе района Зауру Хамирзову. Хотел бы сначала всех поблагодарить, всех врачей Кашхабрского района, средний, младший, персонал, вот за тот вклад, который вы внесли в борьбе с пандемией. Действительно, ситуация была очень и очень тяжелая, особенно это ноябрь, декабрь месяц. Многие из вас заболели именно на рабочих местах из нас. И хотел бы обнажить несколько вопросов. Первое. Вот смотрите, в прошлом году ввели в эксплуатацию 4 ФАПа. Поление Министерства здравоохранения. Замечательное событие. Далее. В этом году будет построена новая амбулатория в Личепсинском сельском поселении. Она в декабре месяце будет введена в эксплуатацию. По линии комплексного развития села мы сейчас уже подготовили документы. Все в Москве. На следующий год планируем построить две амбулатории. Это майское сельское поселение и вольнское сельское поселение. Но вот главная причина, главная проблема, вот она озвучена, она не для кого не секрет, это кадровая проблема. Кадров нет. И тогда смысл всех этих вложений, если там не будет не просто кадров, а я подчеркну квалифицированных кадров. Со своей стороны мы сейчас принимаем практически в стадии завершения муниципальную программу, по которой муниципалитет будет предоставлять, приобретать жилье именно для работников здравоохранения и образования. У нас проблемы в ближайшее время, мы предвидим, что это будет и по образованию, по некоторым специальностям. Мы сейчас уже имеем возможность на бесплатной основе предоставлять земельные участки под индивидуальное жилое строительство. По смертности, да, вот если брать 19-й год и 20-й год, у нас в 20-м году смертность превышает на 21 человек. И у нас от ковида у него тоже 21 человек. Но если бы не ковид, я думаю, у нас смертность была бы ниже в 20-м году. Но сейчас, если мы берем уже 21-й год, у нас уже пошел рост по сравнению с 20-м годом. Он небольшой, несущественный, но он есть. И у нас, если в 20-м году родилось на 60 детей больше, сейчас за первые 4 месяца у нас снижение на минус 19 детей. Это тоже вот такой факт, который не может радовать. Следующая проблема – это вакцинация. Она сейчас вот идет более месяца у нас в Кашкабрском районе, и она идет очень плохо, скажем, откровенно плохо. Это не может не беспокоить. А в целом, вот я считаю, что мы все делаем одну работу. Большое спасибо Министерству здравоохранения за томограф, который установили. Хорошая новость. Я вот с Устаем Батрибовичем перед встречей разговаривал. Он был главой республики, вот буквально. И глава дал распоряжение в этом году полностью поменять крышу. Это замечательная новость. Спасибо вам всем. Мы всегда вместе, мы всегда рядом. Всем здоровья, полу и получи счастья. В заключении на трибуну поднялась заместитель министра здравоохранения республики Адыгея Мария Тахагауджева. Действительно, ресурсное обеспечение сегодня системы здравоохранения именно Кашкабрского района достаточно на высоком уровне. Если по пятибалльной шкале я могу поставить 4,5, наверное, по ресурсному обеспечению. Это и оборудование, которое у вас сегодня есть, и в ферческо-акушерских пунктах, и в самой больнице, и в поликлинике. Это и здания, которые где-то отремонтированы, где-то построены новые, где-то будет строиться вот и в этом году, и в следующем году. Но условия, которые предоставлены для работы, у вас сегодня достойные, достаточные. Первый человек на селе – это кто? Это учитель и врач. К вам должны прислушиваться, вас должны слышать. Да, я понимаю, что в век информатизации и социальных сетей, где идет огромнейшая антипропаганда против вакцинации, но вы-то врачи, вы-то фельдшера, которые каждый день приходят домой к нашим жителям, вы, которые с ними разговариваете, вы, которые их лечите сегодня. Здесь все наши главные внештатные специалисты обращали внимание на то, что вы должны их наблюдать, вы должны своевременно с ними разговаривать, вы должны их уговаривать, убеждать, вести здоровый образ жизни, принимать пожизненно определенные препараты по схемам лечения. То есть вы вхожи в каждый дом сегодня, вы и вас, вам всегда рады, вас всегда приветствуют. На ваших плечах сегодня большой груз лежит. Но это было всегда. Мы же с вами выбрали эту профессию работника медицинского, врача или фельдшера, понимая, на что мы идем. Коллеги, сегодня, если мы не привьем 60% населения, у нас будет третья волна. Вы вспомните ноябрь-декабрь месяц? На какая была нагрузка на всех нас с вами? Это колоссально. Это вот как на войне мы с вами были. Вот у меня было такое ощущение. А что самое страшное? В эти месяцы количество больных, тяжелых больных, в десятки раз было больше, чем в начале эпидемии. Следующий вопрос. Вот сегодня мы собрались по снижению смертности. А самая основная проблема, которую сегодня озвучили все главные внештатные специалисты, и я лучше их это не смогу вам донести и сказать, но я убеждена, что самая лучшая мера смертности это своевременное выявление заболевания. Это диспансеризация. В этом году, до конца года, мы все с вами должны перейти на электронную медицинскую документацию. Должны научиться работать сегодня. Да, поначалу это будет очень тяжело. Но у нас есть эта система. Вы должны работать. Это облегчит вам работу. Поведение всех ваших регистров. Это вам облегчит работу по направлению в наши диагностические центры. Вы сегодня должны научиться не гонять больного из района или из фельдшерского пункта в диагностический центр для консультации. Вы должны открыть свое рабочее место, записать этого пациента на консультацию, а это сегодня уже возможно, записать на консультацию телемедицинскую и, сидя у себя в кабинете с вашим пациентом, с вашим больным, проконсультироваться с главными университетными специалистами. Но это возможно будет только в том случае, если вы начнете работать в этом программном обеспечении. Сообещание прошло в деловой и конструктивной обстановке. На Тусяк Чмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района.